Муж у меня выглядывает из Осаговой Пальмы. Отдаляю и видите, у меня сразу на яркость вам пропадает, потому что уже ночь. Такой парк красивый здесь в этом отеле во Фламинго. Здесь днем черепашки, а вот я вижу ее, здесь днем черепашки, вон она сидит, видите, вот там вот черепашки греются на камушках, они тут везде прям сидят, рыбки здесь в пруду, я их вижу, но я смотрю, вам через камеру не видно, там красные, желтые рыбки, но вам через камеру виден только вот корпус отеля Казино Фламинго. Музыка. Музыка. Здесь даже фонтанчик Фламинго. Кстати, этот отель у нас не просто отель для нас, я имею ввиду для нас. Почему? Потому что мы здесь расписывались, у нас здесь проходила свадьба в Чапале, у нас здесь была церемония бракосочетания. Да, в Лас-Вегасе можно расписываться не только, как бы сказать, в ЗАГСе, да, в Фларке вот в этом. Также можно расписываться где хотите, абсолютно просто где хотите. То есть можно расписываться хоть у любого фонтана, главное позвать человека, который имеет лицензию на вашу роспись, на ваше бракосочетание. Мы выбирали Чапаль, он вот там находится. Там все украшали, украшали цветами. Значит, когда мы заказали, что мы будем расписываться здесь, в этом отеле во Фламинго, это было 15 сентября. И, значит, мне прислали на выбор, какие бы я хотела цветы, украсить арку. Я вам сейчас пройду, покажу. Значит, у нас были украшены арки, арка белыми розами, стулья, как вы все видели в фильмах, да, вот когда показывают свадьбы американские, вот на них одеты белые чехлы, сзади вот эти банты, и, значит, сбоку на стульчиках висели у нас букеты из, тоже я заказывала белые розы. И в руках букет невесты, они мне тоже делали короткий букет, небольшой короткий букет, у меня тоже были белые розы, поэтому на свадьбу была вся такая, знаете, в белых розах. Расписывала нас, кстати, негритянка-женщина на английском языке, ну, как бы проходила церемония, значит, и она, значит, говорила, мы должны были за ней повторять, ну, в общем, все как обычно, только на английском языке, и мы должны были за ней повторять, да, да, нет, нет, отвечать на вопросы, и все, и все точно так же, как бы, расписывают, и все. Потом нам выдали marriage сертификат, очень красивый, в таком буклете красивом, и потом уже мы делали этот, как его, в Кларке получали официальное, в этот же день, когда мы расписались, нам выдали marriage сертификат, ну, как бы, фейковый, что мы расписались, вот наша дата, то-то-то-то-то, очень красивый переплет был, такой, знаете, в темном-синем переплете, таком, как бы, в лаковом, ну, красиво, там фотографии, все написано, я, по-моему, даже фотографию выставляла, я его держала в руках, и у меня фото есть, а даже на видео я делала, где наша свадьба, свадебная фотография, ролик, там у меня вот этот в руках есть marriage сертификат, красивый. А потом мы, значит, подавали, нам выдали бумагу после росписи, и нам, потом в Кларке мы оформляли, подали заявление, и нам уже выдали официальное свидетельство о браке, оно, значит, пришло нам домой по почте с печатями, и с апостилем заверено, ну, как бы, нотариально заверено с апостилем, то есть это не просто фейковая, да, как бы, бумажка, а это уже все с апостилем, все это американский официальный брак, потому что у нас здесь в США браки есть недействительные, да, как бы, есть фейковые, то есть здесь можно прийти, расписаться за 60 долларов, прям вот, знаете, как вот Бритни Спирс, в один день расписалась, напилась пьяная, и в одну ночь расписалась, а на утро она поняла, что она вообще сглупила, сдурила, пошутила, и на утро пошла, как бы порвала это свидетельство, и все. Здесь есть также фейковые свадьбы, которые проводят, то есть вы можете расписаться у, там, у Элвиса Пресли, также в Чаполе, ну, в общем, у Фонтана, у Фонтана Белладжо, хоть на там озере, то есть где хотите, самое главное, чтобы, если это официально, чтобы с вами был именно человек лицензированный, который вот как раз таки одобрен и Кларком, который имеет право на вашу роспись. А фейковые браки здесь, да, заключаются, вы даже можете быть расписаны, ну, грубо говоря, там, в России или где-то, и здесь просто расписаться, ну, как бы просто ради прикола, но это не будет считаться действительным браком, а цена этого брака 60 долларов. Цена официального брака мы расписывались, у нас была цена 2000, то ли 2000, то ли 2200, я уже сейчас не помню вообще. Кстати, мы когда расписались, и у нас было еще время на фотосессию, у меня в этом парке как раз таки была фотосессия, и мы вот, сидя вот на вот этих бордюрчиках, мы еще сидели, мы пока ждали фотографа, а мы здесь втихаря, ну, не втихаря, а очень масштабно распивали шампанское. Вот такой вот огромный отель, и вот здесь вот как бы такой во дворе отеля парк, и здесь два места для росписи. Вот здесь вот Чаполь, вот как раз то, что я вам говорила. Кстати, видите, вот здесь вот камушки, вот эти вот. Ребенок идет, кричит. А, вот здесь вот эти камушки, это вот кто расписывался здесь, и они ставят свои вот эти вот камушки. Мы хотим сюда поставить, только не здесь, а мы хотим поставить вот туда вот, где, как его, водопадик. Я уже половину слов на русском забываю, кошмар. Где вот этот водопадик, мы хотим туда вставить свой камушек, но когда у нас будет 10 лет свадьбы. А вот этот, значит, наша беседка. Ее называют как бы Чаполь, где мы расписывались. Вот эти вот, значит, сиденюшки были все одеты в белых шелковых чехлах. Сзади были банты. Кстати, банты, по-моему, были розовые. По-моему, розовые были банты. Я уже не помню. Представляете? А вот это вот вся... Значит, вот здесь вот еще мало того, что стояли цветы, и вот эта вот беседка. Вот эти все перила, вот эти все арочки, вот эти вот все. Вот это вот самая большая арка. И мы стояли вот здесь вот. У меня даже фотографии есть, опять же таки. Друзья, смотрите на видео. Вот эта беседка была вся украшена белыми розами. Полностью белой. Никакого не розового, никакого другого цвета вообще не было. Чисто белые розы были. Вот такая красота среди пальм. Вот здесь вот мы и расписывались 15 сентября. Энного года. Здесь еще, кстати, когда мы расписывались, вот эти деревья белые. Они все цвели, цвели такими шапками. Мало того, что вот здесь вот все это было в розах. И вот это вот все еще вокруг было все белоснежными шапками. Это, знаете, как наподобие сирени. Оно еще такой запах издавало прям приятный. Ой, вообще такая прям аромат такой стоял. Я вот даже вот до сих пор вам говорю, а я помню это. Ну, в общем, вот тут вот я и выходила замуж. Здесь сидели у нас наши гости. Родные их было немного. Кстати, прилетала моя дочка сюда тоже на свадьбу. Я не помню, я выставляла с ней фотографии или нет. Но здесь тоже была, также прилетала дочка. И она здесь отдыхала, когда мы приехали на свадьбу. Потом после свадьбы путешествовали. Вот видите, написано wedding in process. Приват, то есть свадебная церемония. И также есть второе. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова 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 здесь мы тоже фотографировались у нас очень много фотографий видео в общем в этом отеле мы расписывались сейчас прикол вам расскажу мы каждый раз когда сюда приезжаем я говорю ну что привез меня сдавать здесь где брал смеемся постоянно ну в общем вот такой вот парк внутри отеля здесь еще бар такая красота тут внутри отельчиком